Наталья Хромова. Окровавленное знамя. Глава первая. Пробуждение принесло за собой приятные ароматы свежей травы, врывающиеся через приоткрытое окно машины, и теплое солнце, пригревающее бледные ноги. Света выпрямилась в кресле настолько, что услышала неприятный щелчок между позвонками и лениво посмотрела на мужа, который уже какое-то время вез их в лоно тихой и отливающей всеми оттенками зеленого глуши у небольшого пруда. Долго я спала. Максим покосился на жену и неуклюже улыбнулся. Достаточно, мы почти на месте. Машину уже вело на ямках, а дорога давно из ровной и асфальтированной превратилась в темно-коричневую и достаточно зыбучую, что то и дело вызывало шум в колесах от притирки с песком. Света поежилась и уронила голову себе на плечо. В душе появилось какое-то спокойствие, которое она не ощущала уже несколько лет. С выходом ее первой книги подобное стало роскошью, а будни, хоть и не напоминали привычную офисному планктону рутину, но уже давно приелись и откровенно надоели. Теперь они смогли вырваться из всей этой суеты. Как бы близки супруги не были, им стоило время от времени отходить от работы ради блаженных минут ночного объятия или вот такого отдаленного времяпрепровождения. Иначе любые отношения, насколько трепетными и нежными они не выглядели со стороны, превратились бы в горстку поистершихся воспоминаний среди тех, кто давным-давно потерял тепло друг друга. Машина затормозила. Света выкарабкалась из кресла и вдохнула свежесть весеннего леса. Хвоя приятно щекотала легкие, а шум воды равномерно ложился на сердце, отчеканивая первые нотки воспоминаний об очередном круге времен года, которые волей-неволей вспоминаешь, забывая лишь напоминать себе о собственном возрасте. Это в определенных моментах возвращало к недавно вышедшей из-под ее пера книге, которую не так тепло встретили критики, но нежно полюбили искренние почитатели. Захлопнув дверцу, Света прошла к пологому берегу. Помутневший пруд неохотно поддавался легкому ветру и выглядел достаточно уныло на фоне прекрасных пролесков вокруг. Света вздохнула и подумала про себя, что ей следует также заняться вопросами экологии, но пока о работе думать совсем не хотелось. Она решила отвлечь себя бросанием камешков, но вокруг не было ничего подходящего. Света прошла вдоль берега, пока не заметила прибившийся темный пакет. «Вот от этого наши пруды в таком плачевном состоянии!» – поругала она неизвестно кого, покачав головой. «Макс, может, заберем этот пакет с собой?» – крикнула Света мужу, который копался в багажнике, доставая все необходимое для пикника. Тот изумленно посмотрел на нее, после лишь кивнул и подошел, оставив на время свои дела. Тем он и нравился всегда Свете, что сочетал в себе не только приятные мужские черты, выраженные в острых скулах, ровном носе, тонких кубах, прекрасно сложенной фигуре, но и подобную отзывчивость к банальным просьбам. Пусть даже до этого он был немного занят. Максим вытащил пакет на берег, но сразу же отпустил его. «Тяжелый!» Света удивилась, чтобы такой крепкий мужчина, как ее муж, сказал что-то подобное. Она хотела бы его подколоть на эту тему, но решила промолчать. Все же тяжелый мусорный пакет ее настораживал. «Я, наверное, схожу с ума», – попыталась улыбнуться Света. «Уже видишь, там труп, да?» – добродушно подколол ее муж, после подошел к ней, приобнял. «Я уверен, что это всего лишь крупный мусор». Он вернулся к машине, вытащил с заднего сидения барсетку и извлек оттуда перочинный нож. Пару ловких движений, и пакет был вскрыт. И более улыбка не украшала лицо Максима. «Что там? Почему ты замер?» – изумилась Света и сама заглянула внутрь. Оттуда хорошо виднелась голова какой-то мертвецки бледной девушки, глаза которой были закрыты, а губы сильно изрезаны. Света отшатнулась назад и упала. Слезы полились из глаз. «Я… я ведь это несерьезно!» Максим молча поднялся на ноги и, присев рядом, обнял жену. Он гладил ее длинные темно-русые волосы и просто прижимал к себе поближе. Света дрожала и старалась не смотреть на злосчастный пакет, но мысли все равно возвращали ее в эти несколько мгновений, когда лицо убитой девушки так ярко вырисовывалось в голове. «Надо позвонить в полицию». Через некоторое время тихая лона природы была заполнена машинами. Гул моторов разносился по округе, а люди разных мастей и наружностей ходили там и тут в поисках каких-нибудь улик. Рядом с ними крутились немолодые эксперты, но и им не удавалось что-нибудь разузнать для продвижения дела. Тем временем читу Лебедевых, обнаруживших злосчастный пакет, допрашивал молодой следователь Агеев. Он иногда почесывал висок концом ручки, но и без этого жеста выглядел несколько комично. Курчавый, с орлиным носом, который совсем не смотрелся на славянском типе лица. «Значит, вы не узнаете эту девушку?» задал он очередной вопрос. И что-то в его тоне не понравилось Свете. Если до этого он высказывался как-то буднично, то тут начинало проскальзывать подозрение. Она бы хотела заметить ему, что это странно – обнаруживать в черных пакетах своих знакомых, но быстро остудила в себе любые колкости. Полиция обязана проверить всех, даже если самому человеку казалось, что он непричастен, просто оказался ни в то время, ни в том месте. «Мы никогда прежде ее не видели», – сухо ответила Света. «Хорошо, продолжим разговор позднее». Следователь удалился и влился в общую суету сбора улик. И супружеская пара могла бы вздохнуть спокойно, но вскоре к ним уже шел не один следователь, а целая группа в униформах. «Максим Николаевич», – обратился к нему Агеев, – «мы вынуждены вас задержать до выяснения всех обстоятельств». Света упала лицом в подушку. Мысли беспорядочно проносились в голове, но она не могла ухватиться ни за одну из них. Когда размеренная жизнь известного автора детективов превратилась во что-то столь разбитое, она хотела бы винить себя за то, что выбрала именно это место для отдыха, но сил совсем не было. Последний Света оставила в полиции, где ругалась со всеми, кого только смогла отыскать, но так ничего не добилась. Они просто забрали ее мужа и обвинили во всех смертных грехах. Им настолько нет дела до бедной девушки. В СМИ уже прошла информация о том, что она была обычной проституткой. Но важно ли это? Разве подобное давало право совершать над ней преступление? Света знала, что нет. Никто не заслуживал подобного отношения. Каждая жизнь ценна. Но что делать сейчас ей? Она потянулась к телефону, но вместо того, чтобы забрать его с тумбочки, лишь свалила на пол. Раньше бы ее взволновала целостность экрана, но сейчас было уже как-то все равно. Такие вещи заменимы. Но что насчет человека? Можно родить еще одного, но личность убитого сотрется навсегда. Света поднялась, села на край кровати. Почему она вообще об этом думала? До написания первой книги, будучи еще не познавшей жизнь девушкой, Света решила для себя все это. Тогда почему она снова вернулась к этому сейчас? Ей стоило искать помощи для мужа, а не рассуждать на столь философские темы. Взгляд к орех глаз упал на компьютер. Сейчас он совсем не шумел, и лампочка на веб-камере была чернее ночи. Но один мимолетный взгляд подал Свете отличную идею. Пошатываясь, она добралась до стула, села и включила компьютер. Пока он грузился, переходя то в одно состояние, то в другое, Света обдумывала слова, которой она скажет. Стоило ли поступать так? Такой ход можно легко назвать пиаром, хайпом на злободневной теме. Но был ли у нее иной вариант? Она хотела бы верить в лучшее, но сейчас суровая реальность вгрызалась в нее с рвением собаки, наслаждавшейся своей косточкой. Света подтянула к себе лист бумаги, стопка которых всегда лежала в углу письменного стола, и ручку.